Брест в качестве места проведения республиканского семинара выбран не случайно. В вопросах развития индивидуального жилищного строительства Брестская область смотрится наиболее выгодно. Объемы на порядок выше по сравнению с другими регионами. Одна из точек – улица Высоковская. Здесь построены 15 жилых домов для людей, выселенных с территорий западного обхода. И возводится еще два для многодетных семей Ленинского района. Этот район – пример комплексного подхода. Когда мы видим, что один застройщик выступает и решает за индивидуальных заказчиков все вопросы, тогда идет строительство. А когда мы раздали участки направления, принцип одного окна, одно окно, дверей много, и люди ходят годами, десятилетиями, не могут организоваться, и власть где-то не может им помочь, потому что их очень много. А когда это будет в одном лице решаться все задачи, от замысла и идеологии, от градостроительной документации до ввода объекта, тогда у нас не будет вопросов. Брестская область изначально строит больше индивидуального жилья, чем все остальные. Если говорить по республике, сегодня процент строительства индивидуальных жилых домов в республике 29%, в Брестской области эта цифра приближается к 50%. Сегодня существует у нас проблема в больших городах, это такие города, как Баранович и Пинск, Брест, по участкам под индивидуальное жилищное строительство. Поэтому вынуждены застраивать прилегающие территории, это территории Брестского района, в частности, Черни, Клейники и другие населенные пункты, и там распределять эти участки под индивидуальное жилищное строительство. Сегодня основное внимание в сфере индивидуального жилья направлено на поддержку многодетных семей. По статистике, только 5% из них вступают в индивидуальное строительство. Поэтому для этой категории будут строиться преимущественно многоэтажные дома с соответствующей дворовой структурой. В 2018 объемы строительства планируется увеличить не менее чем вдвое и построить более 7 тысяч квартир. Я дал поручение, чтобы архитектура и дворовая инфраструктура было соответствующим молодым семьям, чтобы были малые архитектурные формы, чтобы дома были без соответствующего легкового грузового транспорта, и зона была действительно для проживания комфортно многодетным семьям и их участниками. Поэтому вот такие задачи стоят перед строительным комплексом. Для этого правительством перед облсполкомами поставлено задача до 1 августа внести предложение по выделению земельных участков определить архитектурно-иградостроительные дома и найти источники финансирования. Определено, что на участках индивидуальной жилой застройки должна быть минимальная инфраструктура. Стоит более глобальная задача в течение 2019-2020 года ввести для многодетных семей жилья в том объеме, чтобы на очереди на 2021 год осталась только семья многодетная, состоящая не более одного года. Сейчас это более трех лет, даже и 4, и 5. А задача поставлена такая, я думаю, она выполнима. Теоретическая часть семинара прошла в виде пленарного заседания, на котором участники обсудили вопросы законодательства, субсидирования и перспективы развития индивидуальной застройки в пригородах. Ирина Ольшовой, Дарт Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.